Трудные места описания Это буквальный перевод с древнегреческого А что это значит? Вот идол в мире ничто Во-первых, в мире идол очень даже много что значит, правда? Начиная с древнего мира, где идолы стояли на городских площадях, им приносились жертвы И заканчивая нашим нынешним миром, где идолов полно Словом идол сегодня называют обычно очень популярного либо человека Либо какое-то культурное явление, певец популярный или футбольная команда Это идолы, в смысле, им поклоняются, они привлекают внимание, их превозносят Как же они ничто? Можно сказать, идол пред богом ничто Ну, наверное, все бы согласились Но в мире он очень даже что? Что имеет в виду Павел? Вообще интересно, что эта фраза возникает не как некое самостоятельное высказывание Мог бы он начать с того, что давайте теперь поговорим об идолах Как они ничтожны, как они пусты Это, кстати, традиция, которая в Ветхом Завете многократно проявляется Где описывается, что они имеют глаза нарисованные, уста нарисованные, но не видят, не говорят Руки имеют, но ничего ими не делают Да, что идолы это, собственно, деревяшки или куски металла раскрашенные, больше ничего В этом, конечно же, понимании можно сказать, что идол ничто Что он ничтожен, что он просто кусок материала Но Павел не об этом сейчас Это, видимо, его читатели, его последователи уже знают Он обращает наше внимание, точнее сказать, внимание Коринфянам Но и нас, поскольку мы это тоже читаем На одну конкретную проблему О которой его Коринфяне спрашивают Вот здесь он вступает с ними в очередной диалог В этом послании первым Коринфянам очень много диалогичности Он явно отвечает на конкретные какие-то их высказывания Так вот, я процитирую свой перевод первые несколько стихов Что касается мяса, принесенного идолом в жертву Да, нам известно, что все мы обладаем знанием Только знание кружит голову, а любовь созидает Если кто думает, что обладает знанием Тот еще ничего не познал, как следует познать Но кто любит Бога, того знает Бог К чему все это как-то было непонятно Так вот, насчет мяса, принесенного в жертву Нам известно, что идол в этом мире ничто И нет никакого Бога, кроме единого Если кого-то называют богами на небе или на земле А ведь немало таких богов и таких господ Для нас един Бог-Отец Все произошло от Него, и мы живем для Него Единый Господь Иисус Христос То есть, смотрите, богов на небе или на земле В этом мире почитают много Языческие боги на земле, боги и господа Но это, в конце концов, титул римского императора Он божественный, он господин в своей империи Да и пониже люди любили, когда их называли подобными оборотами речи И мы прекрасно знаем, что сегодня, в общем-то, примерно то же самое То есть, есть вот эти все идолы, которым поклоняются таким или иным образом Они не всегда люди, это может быть идеология Это может быть, ну, некоторая деятельность Да, вот, не знаю, там начинаются Олимпийские игры И вот спорт выходит на первое место Все следят очень за этим Или там чемпионат по футболу, например Тоже, в общем, некоторое идолотворчество, да? И с этим более-менее все понятно Но что же с мясом-то? И при чем здесь идол? Смотрите, в те времена достаточно часто Мясо, которое продавалось на рынке или где-нибудь еще Оно было формально принесено в жертву идолам Забивали барашка, козочку, бычка И совершали жертвоприношение Брали небольшую часть этой туши И сжигали на алтаре какого-то божества Остальное использовали как хотели В том числе продавали на рынке И многие христиане не покупали на рынке мясо Потому что таким образом могли случайно купить Идола жертвенная Поучаствовать в трапезе Которая символически происходит Сразу после жертвоприношения А даже если они и не знали об этом мясе Принесено ли оно в жертву идолам То могли догадываться И тогда получается, что знание – это вещь, которая опасна И Павел об этом пишет Что знание кружит голову, а любовь созидает Если кто думает, что обладает знанием Тот еще ничего не познал, как следует знать Но кто любит Бога, того знает Бог То есть он как бы переворачивает ситуацию Его спрашивают Коринфяне Мы знаем, что это мясо идоложертвенное Ну или высока вероятность того Он нам говорит, да ничего вы не знаете Только очень мягко Кто думает, что знает, тот ничего не познал Но кто любит Бога, того знает Бог Вопрос не в том, знаете ли вы Вопрос в том, знает ли вас Бог Если да, то все остальное – это мелкие подробности А, да, про мясо Так идол в мире – ничто В мире, то есть Где мы живем Вот в этом нашем мире Идол на нас никакого действия не оказывает Есть посвященное ему мясо Не есть посвященное ему мясо Ну, сегодняшняя аналогия Штрих-код, в котором кто-то углядывает Там знак Антихриста или что-то еще Штрих-код в этом мире – ничто Он присутствует, да Но для нас с вами, живущих в этом мире Он не значит абсолютно ничего И те, кто говорит А я знаю, что это штрих-код Вот там И очень часто можно услышать А вы знаете, что вот это там Вакцина сделана из клеток нерожденных младенцев Ну, я не знаю, кстати, правда это или нет Но вот это знание, оно надмивает человека Человек живет в каком-то мире Где вокруг него расставлены такие красные флажки Вот это нельзя трогать потому Вот к тому нельзя прикасаться по этой причине И я сохраняю чистоту Потому что я все эти красные флажки обхожу А даже где их нету Я их подозреваю И все равно заранее обхожу те места Где они могут появиться А Павел говорит Вот эти флажки, эти идолы В мире, в котором мы живем Они ничто Можете не обращать на них внимания Но кто любит Бога Того знает Бог Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!